Приветствую вас! Думаю, что основная проблема заключается в том, что вы будете молчать. То есть вот ваше молчание является основной проблемой в этой ситуации. Почему? Ну, потому что, во-первых, то, что делает ваш муж, в принципе, является, ну, если не сказать, что он нормальным, то как минимум более чем типовым по отношению к родне, к брату, в частности. И если ваш муж хочет твоему брату помочь, то это нормально. Для него нормально. То есть, вообще говоря, ваш брат, человек явно относящийся к своему брату положительный, и, в общем-то, желающий брату помочь, желающий сделать что-то для брата. И, в общем-то, не нужно думать, что... Если бы у вас не было квартиры, то брат как-то бы добирался. Да. Вы правы. Если бы не было бы квартиры, то брат вашего мужа как-то бы добирался. И он добирался. Но, когда он узнал, что квартира есть, естественно, он намекнул вашему мужу о том, чтобы тот как-то постарался ему помочь. И надо сказать, что эта позиция, она, ну, в целом, нормальная. То есть, в ней, в этой позиции, нет ничего такого, знаете, странного, нет ничего такого, я бы сказал, какого-то вот ненормального, да, нормального и прочее. Но проблема не в том, что ваш муж предложил брату ночевать. Проблема в другом. В том, что вы молчите. И, во-первых, ваш муж, для того, что вы молчите, заявив о том, что брат будет ночевать. Иногда у вас. То есть, вот это вот его заявил, это его заявление, оно, ну, мягко говоря, напоминает такое одностороннее решение. То есть, возникает вопрос, насколько мужчина прислушивается к вам. И прислушивается ли вообще. И если он не прислушивается, то возникает логичный вопрос, почему он не прислушивается к вам. И возникает вопрос, также совершенно нормальный, а почему вы молчите? Почему вы молчите, что заставляет вас молчать, молчать, а потом взрываться? Вам надо свое решение и свое мнение высказывать в реальном времени. То есть, не ждать, пока, там, знаете, что-то произойдет. Не ждать, пока мужчина, например, ваш муж, к чему-то там сам придет. Не ждать, пока вы взорветесь. Потому что, ну, объективно, конечно, понятно, что терпение, оно не бесконечное. Вам нужно реагировать так, как вы, вот, чувствуете. И не сдерживать свою реакцию. Сдерживать себя не нужно. И вот вопрос заключается в том, почему вы это делаете, почему вы сдерживаете себя. Вот в этом проблема. И говоря о том, как вам быть в этой ситуации, я могу вам порекомендовать, либо изменить свое поведение на более соответствующее реальному времени, то есть, не держаться в себе, и высказывать мужу вот то, что вы написали нам примерно. То есть, квартира не только мужа. Квартира это ваша, потому что она приобретена в период брака. И вы на нее имеете такие же права, что и ваш муж. И поскольку это так, то вы имеете право обсуждать со своим мужчиной, со своим супругом, кто и как, на каких основаниях будет проживать в этой квартире. И если вам что-то не нравится, то, соответственно, вы можете об этом своему мужу сказать. Поверьте мне, плохого в этом не будет ничего. Совершенно. Я бы даже сказал, что это более чем правильная позиция по отношению к этой ситуации. Но, если вы молчите, если вы будете молчать, то откуда же тогда взяться у мужчины пониманию того, что он делает правильно, а что он делает неправильно. И если вы не можете по какой-то причине высказывать свои мысли в реальном времени, ну, бывает, знаете, вот, там, допустим, впечатлительность, неуверенность в себе, блок какой-то, да, бывает такое. То, соответственно, с этим нужно работать. Соответственно, с этим нужно разбираться, чтобы вам это не мешало. Потому что, ну, и понимаете, как бы, вам нужно быть полноправным членом своей СМИ. А вы пока, у меня вот такое складывается впечатление, что вы стесняетесь, ополчаетесь, немножечко, может быть, даже как-то боитесь что-то проявлять себя, проявлять свои эмоции, проявлять свои чувства. Это плохо. И вот в этом вам нужно, кратко, и ополчать в первую очередь. Дальше, ваш муж. Ваш муж почему-то решает подобные вещи в одностороннем порядке. Почему, мне не очень понятно. То есть, что заставляет вашего мужа думать, что только он вправе решать, как должно быть, значит, как должна быть обустроена жизнь в вашей квартире. То есть, это вопрос еще и взаимодействия вас с вашим мужем. И это, надо сказать, серьезный вопрос. Потому что, если вас не устраивает позиция по отношению к супругу, то есть, например, вы не занимаете позицию равноправную, а занимаете позицию какую-то другую, которая вам не нравится, то нужно пересматривать свое позицию уже по отношению к супругу, чтобы от вас больше зависело. И если вы этого, условно говоря, не делаете, то возникает тогда к вам соответственный вопрос. А почему? Почему вы этого не делаете? Почему вы не расчищаете свою точку зрения, свои интересы, да? Почему вы этого не делаете? И вот этот вопрос, он является также очень-очень важным. Давайте подумаем, как мы бы на него с вами ответили. Потому что от ответа на этот вопрос зависит едва ли не все будущее в ваших отношениях с мужем. Вы уж простите меня за такой, может быть, пафос или что-то вроде того. Я стараюсь быть максимально, как бы, ну, максимально лаконичным. Вот. На этом все. Думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду благодарен, если вы напишите мне в личку, мы сможем с вами их разобрать. Если вам понравился мой ответ, спасибо вам большое, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!